Здравствуйте! Сегодня мы приехали в город нашей общей российской мечты, в Геленджик, к Черному Холодному Морю, для того, чтобы познакомить вас с самой модной тенденцией последних лет, со скутерами и по совместительству с легкими мотоциклами. Нам повезло, мы собрали всю модельную гамму, которая есть на российском рынке, производит ее компания Стелс. У нее есть и отечественные разработки, и азиатские концепции, и европейские, в том числе довольно известные, скажем, марки Бенелли, которые выпускает скутерами микромотоцикла уже лет 50, наверное. Есть интересные очень разработки австрийской компании Дженерик. В общем, начнем со скутеров. В основании пирамиды модельной гаммы скутеров Стелс находится вот этот красавчик, здорово напоминающий классические мотороллеры, итальянские мотороллеры начала 50-х годов. Это действительно классика. То, что называется степс-рут, через него можно запросто перешагнуть. Удобная посадка, раздельное сидение, небольшой мотор. Но обратите внимание, какие большие колеса. Раньше никаких вариаторов, конечно же, не было. И привод осуществлялся цепью, обычной цепью, как в мотоцикле. Поэтому колесо можно было сделать большим. Теперь, когда практически все скутера вариаторные, ремень не позволяет сделать очень большое колесо на легких скутерах. Поэтому постепенно вот такая концепция, большие колеса, мотоциклетный вид, только с возможностью сесть, как на стуле, сменился на то, что мы видим в следующей модели полтинники компании Стелс. Это Aero 50, точная копия Benelli X. Здесь даже значок есть. По сути дела, это и есть Benelli. Вообще, это очень свежая модель. Даже в каталогах Benelli она появилась всего несколько лет назад. А вот здесь, внимание, какой футуристичный, обтекаемый дизайн. Вот эта вот консоль, которая появилась между подножками, раньше их не было ни у кого. Теперь это модно. Сплошное огромное сидение, очень широкое. Широкий руль с усилителем. В принципе, новое поколение скутеров стало гораздо более спортивным, по крайней мере, внешне. Характеристики же у него не сильно отличаются от Aero 50 или, если угодно, от Pepe. Тот же 50-кубовый двигатель, тот же вариатор. По сути дела, конструктивно машина такая же. Различие принципиальное между этими двумя скутерами в концепции. Прежде всего, рама. Здесь она другая, она пространственная, гораздо прочнее. Pepe нагружать не рекомендуется. Он не рассчитан на прыжки с бордюров, на высокие скорости, на резкие торможения, на какие-то экстремальные маневры. А вот этот скутер вполне может себе зажечь. Кроме того, на нем можно ездить вдвоем, достаточно двум тяжелым людям, не опасаясь того, что рама будет повреждена, пойдут трещины или что-то подобное. Еще более динамичным и устойчивым скутером является вот этот вот стелс. Тактик 100. 100-кубовый мотор. Трансмиссия точно такая же вариаторная. Здесь уже схема конструктивная предыдущая. То есть до появления вот этих вот консолей скутера были тоже степ-тру. То есть из них можно было спокойно переступать, никаких проблем не испытывая при таком маневре. Что можно добавить о этом скутере? Во-первых, это не Бенелли. Эти скутеры разработали в Китае. Естественно, что это сборная солянка из разных японских скутеров. Поэтому посадка на нем, скажем прямо, несколько компактна. Для высоких людей будет не очень удобно. Зато он неплохо держит дорогу. Ну и 100-кубовый мотор, конечно же, динамику придает ему очень неплохую. В городе держаться в потоке легко. Тактика 100 уже требует водительских прав с мотоциклетной категории. И будет интересен тем, кто не хочет дальше тюнить свой скутер. Здесь уже выжато все, что можно из мотора. Он развивает почти 8 лошадиных сил. И следующим этапом становится уже скутер с мотором объемом 150 кубических сантиметров. 150 кубических сантиметров – это уже серьезная техника, мощная, на ней можно путешествовать, на ней можно далеко ездить. Идеальный транспорт для города. Идеальный. Именно 150 в наших городах подходит лучше всего. Они такие же быстрые, как малокубатурный мотоцикл, но гораздо более удобнее. И посадка, и управление, и автоматическая коробка. Здесь есть даже такие тонкости, как автозапуск, например. Довольно интересно. Этот скутер тоже китайской разработки. Концептуально и компоновочно этот скутер можно назвать новой классикой. Маленькие 12-дюймовые пузатые колеса, дисковые тормоза. Такая же конструкция сидения. Тоже можно перешагнуть легко. Step-through система. В общем, ничего особенного в нем нет, отличающего от сотен и сотен таких же моделей. А вот следующий скутер, который Stealth производит под маркой Velvet, это тоже копия Benelli. Компоновочно это новое поколение скутеров. Как видите, опять-таки центральная консоль высокая, длинное сплошное сидение. Сравнительно небольшой руль. Все закрыто пластиком, абсолютно все. Этот скутер можно тюнинговать. В любом объеме он подвергается тюнингу. Это не самая навороченная версия, в отличие от той сотки, которую мы уже видели. На нем вполне можно путешествовать и ездить по городу. Но вообще мне эта компоновка не очень понятна. Ведь это же неудобно. Особенно в костюме или в каком-то плаще забираться, ступать через эту консоль. Но зато он, что называется, полноразмерный. Итальянские скутеры вообще довольно большие, не рассчитаны на карликов, как китайские или японские модели. Я при росте 1,8-7 совершенно спокойно на нем сижу, могу крутить рулем, не упираясь в колени. Значит, мне удобно будет и маневрировать. Но и это еще не все. Палитра 150-кубовых скутеров стелс не заканчивается на вервете. А вершиной скутеростроения являются макси-скутеры. Огромные машины объемом 400 и более кубических сантиметров. Вершиной у стелс пока является вот этот красавец-аутлендер. Правда, он не 400-кубовый, а 150-кубовый. Но, уверяю вас, и этого достаточно. На нем уже можно отправляться в путешествие. Скажем, отсюда в Москву легко можно доехать, ну, почти что не устав. Это, в самом деле, роскошная машина с отличными характеристиками. Он огромный, тяжелый. Кажется, неповоротливым, но это не так. Посмотрите, какое огромное у него сидение. Здесь комфортнейшая посадка. Здесь можно расслабиться в дороге. Если поставить еще побольше щиток, то будет совершенно комфортно. У него не мокро в дождь, не жарко и не холодно, потому что все защищено щитками. Здесь огромные колеса. 16 дюймов диск, 100 миллиметров ширина. Здесь развитая светотехника. На шоссе можно ехать даже ночью. Поворотники, все органы управления. То есть, фактически, это уже, ну, почти что Макси-скутер в том понимании, который он получил в Европе. Скутера – это не единственная техника, которую мы можем рекомендовать приобрести, желающего на лето заполучить двухколесную машину. И если скутер вы не рассматриваете как средство передвижения на каждый день, вам нужен он для удовольствия, то я бы рекомендовал вот эти машины. Это Generic, австрийская марка, которая собирает стелс, то есть, фактически, копии тех мотоциклов, легких мотоциклов, а, по сути дела, это они и есть, которые очень популярны на кроссовых трассах Европы. Они построены на одинаковой базе, но благодаря разному комплектующему выполняют совершенно разные задачи. Вот это супермото для узких городских переулков, а вот это вот фактически эндуро. На нем хорошо ездить где-нибудь на даче по бездорожью. Объединяет их одно – это 50-кубовые двигатели, ну и, конечно же, база – рама. У них механические четырехступенчатые коробки, дисковые тормоза. Эти мотоциклы, по-другому их сложно назвать, требуют все-таки определенного умения ездить. Но в движении очень мягкие, очень аккуратные, при переключениях не дергаются, ничего такого неприятного нет. Нужно еще отметить, что они, обратите внимание, они высокие. То есть человеку с небольшим ростом на них будет ездить, может быть, не очень комфортно. Отличия между этими легкими мотоциклами, если присмотреться, минимальные. Здесь кроссовая резина, диски большего диаметра. Здесь, скажем, 21-й, сзади 19-й, а здесь 17-я и резина фактически слик. Здесь больше ход вилки, и вообще подвеска более длинноходная, более энергоемкая. Ну и некоторые косметические отличия, на которых можно даже не останавливаться. Ну, как видите, в этом мире огромный выбор. Даже у одной марки здесь есть все. И 50-кубовые, и двухтактные, и четырехтактные 150-кубовые, и с автоматическими коробками, и с механическими, и скутеры, и микромотоциклы. Пожалуй, это одно из самых популярных средств передвижения по земному шару. Но то количество скутеров, которое выпущено вообще в целом, пожалуй, меркнет на фоне одной модели, аналог которой мы хотим представить отдельно. Этот мини-мотоцикл, по-другому назвать его точно нельзя, Стелс Орион, не является копией какой-то конкретной модели. Он похож на саму концепцию легкого мотоцикла. Таких сотни миллионов ездят по Юго-Восточной Азии, да и в Западной Европе они встречаются, и даже в Америке, не говоря уж о Южной Америке, Латинской Америке, где их тоже наверняка десятки тысяч, если не сотни. И хотя эту модель создавали исключительно из практических соображений, для меня она является воплощением романтизма. Хиппи, 60-е, бурлящие 70-е, пьянящий воздух Бали и Гуа, где их, опять-таки, миллион этих мотоциклов, звук микро Харли Дэвидсон. Очень интересная модель. А интересна она прежде всего тем, что эта модель, сборная солянка из разных японских микромотоциклов, была здорово модернизирована именно под нужды российских пользователей. Здесь мотоциклетные комплектующие, усиленная подвеска, удлиненная база, более прочная рама. И здесь 100-кубовый мотор, в отличие от полтинников, которыми снабжают азиаты свою продукцию. Здесь 100 кубиков, мотор гораздо мощнее. То есть это в общем и целом мотоцикл. Но мотоцикл все-таки легкий. Здесь четырехступенчатая механическая коробка передач, электрический стартер, 17-дюймовые диски. Отличное средство передвижения для наших дорог. У «Ориона» потрясающий тяговитый мотор. В отличие от двухтактных полтинников, он вытягивает уже с тысячи оборотов. То есть я при весе 100 кг могу на нем стартовать ну почти что с холостых. Кроме того, это позволяет ехать очень медленно. А учитывая отличный обзор, можно заглянуть прямо под переднее колесо. На нашем российском бездорожье это особенно ценно. Тем более, что покрышки у него, в общем, из недорогих. И можно поставить, выбрать себе любые. «Стелс Орион» стоит около 25 тысяч рублей. Его четырехтактный одноцилиндровый мотор развивает 6 лошадиных сил на 7 тысячах оборотов в минуту и потребляет 22,5 литра на 100 км пути со скоростью 30-40 км в час. Весит мини-мотоцикл 81 кг, а в бак входит 4,5 литра бензина. Ну вот, чтобы свои впечатления сравнить с этим мини-мотоциклом, мы решили взять тоже 100-кубовый, но классический скутер. Если с динамикой у этих двух транспортных средств примерно паритет, объемы двигателя одинаковые, вариатор, в общем, не сильно съедает разгон, то управляемость у скутера, безусловно, лучше. И управляемость, и маневренность тут скутер вне конкуренции. Скутер Тактик 100 с одноцилиндровым двухтактным мотором объемом 100 кубических сантиметров, который развивает 6 лошадиных сил на 7 тысячах оборотов в минуту, потребляет 3,5 литра на 100 км пути, весит почти 100 кг и стоит без малого 39 тысяч рублей. Итак, вот у нас две концепции легких мотоциклов-скутеров, европейская и азиатская. Какую мы выберем? Вывод очень простой. Четырехтактный, прочный, достаточно большой, вместимый. Легкий мотоцикл – это, конечно, загород. Если живете в городе, для вас скутер двухтактный, взрывной характер, очень быстрый, очень маневренный, очень комфортный. Ну, а выводы после нашего теста и обзора очень простые. Как бы ни менялись эпохи, как бы ни менялись времена, как бы ни менялась техника, умение ездить верхом ценилось всегда. Субтитры сделал DimaTorzok подiking с небом. Конечно, Carmina Protect повторяйся. Редактор с небом. Мы成 3000 к Виbernург. С ням вя madом. Я не finde Dallas-мреда. И brunch. 72 демомик. kilometers.